Здравствуйте! Меньше чем год назад в Саратовской области открылось палеотивное отделение. Единственное в нашем регионе. Оно открыто при детской клинической больнице города Энгельса. Главный врач этой больницы Михаил Данилович Черняк сегодня у меня в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил Данилович, давайте начнем наш разговор с того, что вы расскажете о том, что вообще такое палеотивная помощь. Ну, апалиум в переводе с латыни – это плащ. Если говорить научным языком, палеотивная помощь – это комплексный вид помощи детям при заболеваниях, ограничивающих срок жизни. Когда реабилитационный потенциал или снижен, или отсутствует. Основными принципами палеотивной помощи является не приближать наступление смерти, а создать достойную жизнь пациенту на то время, которое ему отпущено на земле. Могли бы Вы рассказать, пожалуйста, об истории палеотивной помощи в мире и в России? Впервые в Соединенных Штатах Америки в 1978 году был открыт хоспис на дому. Это первая помощь, палеотивная помощь в мире. В 1983 году в Англии был открыт тот же самый выездной вид помощи. В дальнейшем, если не ошибаюсь, в 1990 году в Нью-Йорке был открыт уже такой стационарный вид помощи. В первую очередь взрослым. Изначально такие виды помощи оказывались только пациентам с онкологической патологией. Сейчас в детской практике насчитывается около 555 заболеваний, которые относятся к категории палеотивных. И из них онкологическая патология – это где-то около 18%. Все остальное – это неврология, это врожденные пороки развития. Если говорить про Россию, то первый хоспис был открыт в 1993 году. Не хоспис, а оказание медицинской помощи на дому. Палеотивная помощь в 1993 году. В дальнейшем следующий был открыт в 2003 году. То же самое на дому. И в Санкт-Петербурге в 2010 году был открыт уже стационар на 18 коек. И отсюда, можно сказать, пошло по нашей стране более активное внедрение данного вида медицинской помощи. А как обстоят дела в Саратовской области? В 2016 году Министерство здравоохранения открыло 5 стационарных коек на базе Ангельской детской клинической больницы. И была организована выездная помощь на базе 7-й детской городской больницы города Саратова. С 2017 года 5 коек преобразованы в отделение на 10 коек. И вот это у нас первое и единственное стационарное детское отделение палеотивной помощи. В какой цели было открыто это отделение палеотивной помощи в больнице Энгельса? Ранее такие пациенты находились в различных медицинских учреждениях. В районных больницах, в больницах города Энгельса. И было решено свести этих маленьких пациентов в одно отделение, где они могли бы получать специализированную медицинскую помощь. А кто ваши пациенты? Это дети с какими заболеваниями? В первую очередь это врожденные пороки развития. И пациенты с неврологическими различными заболеваниями. Ну, из наиболее распространенных неврологических заболеваний, наверное, это детский церебральный паралич. Что касается врожденных пороков развития. Ну, вы знаете, у нас за 2017 год уже прошли лечение 114 человек. Из них с онкологической патологией четверо. С неврологической патологией около 80. А остальные это врожденные пороки развития. Ну, например, так называемый синдром врожденной гиповентиляции, когда самостоятельное дыхательное движение у ребенка ограничено. И вот у нас вот есть пациент, который днем ведет активный образ жизни, а ночью за нее дышит аппарат искусственной вентиляции легких. То есть привязанный к аппарату ребенок. В нашей больнице он живет уже 4 года. Ночует, да, так получается? Ну, не ночует, живет. Откуда ваши пациенты к вам поступают? Такие пациенты поступают с поликлиник, они поступают с центральных районных больниц. Они поступают после установления диагноза в перинатальном центре. Они поступают после федеральных учреждений, когда с московских больниц им выставляется диагноз. И необходимость оказания палиативной помощи, и они переводятся к нам для дальнейшего лечения. Они находятся, кто-то годами лежит, кто-то лежит 2-3 недели. А насколько была большая необходимость открытия такого палиативного отделения в Энгельской больнице? Вообще открытие и оказание специализированной медицинской помощи – это следующий очередной шаг развития здравоохранения. И во всем мире к оказанию палиативной помощи подходят те государства, которые готовы оказывать ее как экономически, так и на уровне готовности общества. Когда общество начинает признавать наличие таких пациентов, срок жизни которых ограничен. Есть такой термин – невидимые дети. Это в том числе про эту категорию пациентов. Когда не просто их хотят видеть, а им хотят создать достойную жизнь. Их хотят поместить в те условия, в которых ребенок не просто доживает и проживает, а в которых он, наверное, живет. Я предлагаю сейчас прерваться и посмотреть сюжет. Мы побывали в отделении палиативной помощи, пообщались с родителями маленьких пациентов. Семимесячный Артем без этого аппарата, через который поступает кислород, проживет максимум 30 минут. У малыша органическое поражение головного мозга. По-научному – энцефалопатия. У него голововка болит, шея болит. Вот на левой стороне он лежит, допустим, ему так удобно, а если на правую переворачиваешь, ему больно. Артем вместе с мамой лежит в палиативном отделении детской клинической больницы города Энгельса. Оно единственное в Саратовской области, было открыто всего несколько месяцев назад. Здесь оказывают помощь безнадежно больным детям. Это очень тяжело, когда, особенно первый раз мы увидели таких детишек. Лично для меня, как мамы, это очень тяжело было видеть. Ну, подплакала где-то. Опять же, мы медики все-таки, мы должны работать. Отделение рассчитано на 10 пациентов. И сейчас оно заполнено. Медсестра Мария Борисова ухаживает за малышом, у которого лейкомаляция и, как следствие, гидроцефалия. При этом заболевании постепенно разжижается мозг, и его место заполняется водой. Малыш уже полтора года в лежачем состоянии. Родственники не могут его навещать часто. Поэтому медсестра Мария решила заботиться о нем, как родная мать. Я его сынок. Даже вот иногда говорю, что там сыну Леникитос, как своего ребенка называют, так и его. Но они для меня не мои. Большинство малышей этого отделения – лежачие. Их кормят через зонт. Они не могут дышать сами. Им постоянно требуется санация дыхательных путей от скапливающейся слизи, круглосуточный уход и наблюдение. Так как дети у нас тяжелые, находящиеся дети в нашем отделении, в палеотивном, нуждаются в оказании именно помощи, которая улучшает качество жизни. Палеотивная помощь, она предполагает комплекс мероприятий на улучшение качества жизни детям с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Здесь не принято прогнозировать исход лечения. Но родители надеются на чудо. Так Елена радуется каждому новому движению своего малыша. Он стал смотреть, наблюдать за мной. То есть такого не было. Он смотрел куда-то. Ну, то есть не следил. Сейчас следит он за мной головкой, поворачивает. Когда его только в Саратов привезли, он вообще не шевелился. Он вообще не шевелился. Ему там все просто очень серьезно было. Врачи говорили, что может не выжить. Продолжаем наш разговор. Напоминаю гость студии, главный врач детской клинической больницы города Энгельса Михаил Данилович Черняк. Сегодня мы говорим о палеотивной помощи детям. Михаил Данилович, как отделение справляется в финансовом плане? Финансирование осуществляется согласно территориальной программе госгарантии, которая дает базовое финансирование. Но дети, относящиеся к категории палеотивных пациентов, настолько разные, что заранее спрогнозировать, сколько требуется финансов на год, достаточно сложно. Поэтому для оказания им медицинской помощи финансирования хватает. Что касается оказания социальной помощи, это памперсы и так далее, средства личной гигиены. Есть учреждения, есть фонды, которые с радостью идут к нам на помощь. Покровская епархия осуществляет и волонтерское движение и с удовольствием приходит помогать в это отделение. Есть просто люди, которые... У нас есть такой друг больницы Юлия Марина, которая активно помогает нам, начиная с волонтерской помощи, кончая и рекламными какими-то акциями. И первый раз она осуществила акцию в прошлом году, когда был рекламный слоган «Помоги ребенку, покупай памперс своему ребенку, купи памперс ребенку для палеотивного отделения». За две недели было собрано две машины памперсов. То есть люди готовы творить добро, даже не видя, кому они это делают. Вот вам каждый день приходится сталкиваться с такими, да, детьми. Тяжело ли вам это дается? Ну, вопрос, не совсем имеющий однозначный ответ. Что касается тяжести, есть радость при общении с этими детьми. У нас есть ребенок, переведенный к нам из Пугачевской районной больницы. Он ожидает операцию на сердце. Это настолько светлый, жизнерадостный ребенок, что к нему привезло все отделение. Есть дети, которые, вот ребенок, который живет у нас несколько лет, с ним, ну, нянчатся вся больница. Ее знают все. Поэтому говорить, насколько тяжело. Конечно, если каждую минуту думать о тех страданиях, возможных, которые испытывает этот ребенок, то было бы действительно непросто работать. Но если бы получать радость от общения с этими детьми, то проблема становится немножко другой. Тоже такой не совсем легкий вопрос. Ваши пациенты часто ли умирают? Я не буду приводить статистику. Большинство тех пациентов, именно тяжелых пациентов, у которых ограничен срок жизни, они умирают, если говорить по классификации ВОЗ, что такое паллиативная помощь, какие пациенты относятся к категории паллиативных. Считается, что это пациенты, которые либо не доживут до возраста 40 лет, либо которые не переживут своих родителей. Это терминология ВОЗ. Поэтому говорить про то, когда, как часто, мы не можем. Кто-то может прожить не один год, а для кого-то срок жизни заканчивается, заканчивается, исчисляется месяцами. И большая часть пациентов умирает в наших стенах, потому что не всякий родитель, зная о том, что это ожидает семью и ребенка, готов перенести это дома. Вот на вашем опыте были ли какие-то случаи, которые вас поразили? Возможно, это случаи такого исцеления? Вы понимаете, тут медицина не дает ошибок, потому что если пациент уропризован паллиативным, исцеление – это нет. Есть какие-то в различных источниках зарубежных попытки хирургическим или еще каким-то путем решить эти проблемы, но пока на данном уровне развития медицины они не увеличались успехом. Что касается чудесного исцеления, не встречал. То есть все они безнадежны, все дети, которые у вас лежат? Мне не нравится слово «безнадежны». Что такое надежда? Надежда на что? Надежда на достойную жизнь. Мы пытаемся дать им тот срок жизни, который Господом им дан. Мы пытаемся сделать так, чтобы они прожили достойно. А что касается надежды, надежды на выздоровление при настоящем развитии медицины они не имеют. Может быть, через какое-то количество лет будут найдены способы лечения этих заболеваний. Тогда мы с радостью будем видеть уменьшение количества таких детей в нашем отделении. А что касаемо ваших сотрудников? На что они надеются, выхаживая таких детей? Нахождение в отделении для пациентов и для сотрудников – это в первую очередь процесс общения. Процесс энергетических каких-то передач и состояний. Поэтому вы сами видели по сюжету, что те сотрудники, те люди, которые работают в отделении, у них есть одно очень хорошее качество, которое их объединяет – это эмпатия. Они сочувствующие, они открытые. И если бы не это качество, то работать в отделении было бы сложно. С другой стороны, ну, знаете, мы в течение жизни столкнемся с различными проблемами. Это экономические проблемы, это где-то хамство, где-то еще что-то, когда ты приходишь домой и думаешь, не удалась жизнь. Когда ты смотришь на этих детей, взгляд на собственную жизнь меняется. Тебе не так хочется наказывать своего ребенка за что-то, за какие-то мелкие провинности. Тебе не так хочется срываться на ком-то, потому что ты понимаешь, что тебе дана жизнь. А кому-то она недодана. Наверное, так. Вот вы говорите, ваши сотрудники должны уметь, да, что они сострадают, они должны уметь сострадать. А какими еще качествами они должны быть наделены, чтобы работать в вашем отделении? Профессионализм. Это две совершенно разные параллельные вещи. Ты можешь сострадать как угодно, ты можешь пускать слезу, но профессиональные навыки, они выполняются автоматически вне зависимости от твоего эмоционального состояния. Ну, как, наверное, мы ожидаем от любого представителя медицины. Работаете ли вы с семьями таких детей, которые у вас находятся? Какую помощь, возможно, вы им оказываете? У нас есть психолог, который предлагает, именно предлагает свою помощь для родителей, для адаптации к такой ситуации. Потому что на момент поступления большинство родителей не готовы принять то, что ребенок и останется ребенком навсегда, что он не станет взрослым. Надежда какая-то все равно у родителей есть, что бы мы им ни говорили. И когда наступает момент, когда ребенок действительно умирает, у родителей идет неприятие этой ситуации, как бы они не были морально к этому готовы. Поэтому есть психолог, но не все готовы принять помощь психологу, потому что все-таки в нашей стране к психологии отношения несколько предвзяты. И мы считаем, что мы сами справимся при помощи родственников, друзей, а не при помощи профессионала, который просто немножко может помочь в этой ситуации. Еще такой вопрос. Как вы относитесь к эвтаназии? Ведь в некоторых странах Евросоюза и в некоторых штатах США она разрешена. Какое ваше отношение? В Нидерландах, в Люксембурге, в Бельгии эвтаназия разрешена. Были ситуации, когда так называемый доктор смерть, который подарил, именно подарил смерть 130 пациентам в Америке. Это было обсуждаемое во всей мировой периодике событие. И человек не имел желания получить за это финансовую какую-то помощь. Он это делал по зову сердца. Наверное, самый основной вопрос – готовы ли мы принять то, что должны быть не только здоровые, но и больные и умирающие люди в нашем обществе. Когда мы ходим по центральным улицам, мы видим, какие красивые дома. Готовы ли мы своим взглядом посмотреть, что за этими домами могут быть трущобы, могут быть развалины и мусорки. Нацисты в свое время принимали такое решение, когда ту категорию людей, которые они не считали достойными жить, они уничтожали. В Древнем Риме также была Торпейская скала, откуда тоже сбрасывали в Греции, сбрасывали в Спарте, сбрасывали, проводя искусственный отбор младенцев, которые не подходили по каким-то параметрам. Но тут, наверное, мы уже переходим в категорию милосердия и религии. И если мы берем на себя самостоятельное решение прервать чужую жизнь, мы входим в ту категорию решений, которые, наверное, может принять только Господь Бог, а не человек. Кто из нас готов стать палачом и прервать чужую жизнь своими руками? Не просто, не глядя на ребенка или умирающего пациента, сказать, это категория людей, мы должны лишить жизни. А самостоятельно, кто из нас готов это сделать? Нет. То есть вы против? Я против. Спасибо, Михаил Данилович, что сегодня были гостем нашей студии. Мне было очень приятно с вами поговорить. Спасибо. Спасибо, Илья. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, все выпуски «Живи» можно увидеть на нашем сайте saratov24.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok